Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Предлагаю снова уделить несколько минут вашего драгоценного времени, чтобы оценить ситуацию, которая складывалась на финансовых рынках в рамках вчерашней торговой сессии, и посмотреть, что у нас на повестке этого дня. Начнем мы традиционно с того, что у нас показывает сейчас нефть. И как бы мне не хотелось сейчас констатировать, это неприятный факт, который уже свершился, нефть в рамках вчерашней торговой сессии все-таки нашла основания, чтобы преодолеть этот, казалось бы, немыслимый и абсолютно недостижимый для актива с точки зрения актуального фундаментального фона психологический рубеж в 50 долларов. В частности, закрытие вчерашней торговой сессии 49.88, но уже сегодня мы видим, как Brent начинает подбираться даже к отметке 51. Если разобрать детально тот новостной фон, который имел место быть, ожидания по статистике запасов нефти США. В частности, сразу же за частной оценкой API у нас были и официальные данные от Минэнерго США, и судя по той статистике, которую мы вчера, собственно, видели, запасы снизились на 4,2 миллиона баррелей за прошлую неделю. Общая емкость сейчас составляет 537 миллионов. Если обратимся к тому релизу, который вышел накануне, это частная оценка API, там, в принципе, цифры похожие. Снижение чуть больше, да, минус 5,1 миллиона баррелей. Помимо этого, фонотрейдеры еще обратили внимание на статистику, которая была связана с ростом импорта из Канады. В частности, на 500 тысяч баррелей в сутки вырос этот показатель, разумеется, в адрес основного стратегического партнера по энергетическому взаимодействию, это в адрес Соединенных Штатов Америки, до общего показателя, который сейчас находится на отметке 3,08. Ну и также вчера вышли данные по объемам производства нефти в рамках американской экономики очередной спад, правда, несущественной, всего лишь на 20 тысяч баррелей до общего показателя, который сейчас находится на отметке 8,2. В свою очередь, хочу также добавить, что после того, как вышли данные по объемам запасов нефти США, пусть это и официальная статистика, пусть это и серьезное ведомство как Минэнерго, Эксперты аналитического агентства ПЛАЦ, который анализирует общую тенденцию, ситуацию на рынке Минэнерго, отметили то, что на этот отчет не стоит обращать особого внимания, потому что спад запасов это традиционная статистика, явление в этот период времени, то есть сезонный фактор, летние периоды. И в этот момент обычно, вот на протяжении последних нескольких лет уж точно, наблюдалось сокращение запасов, поскольку очень много нефти идет на переработку, делают топливо из-за повышенного спроса на тот же самый бензин. Опять же, из-за того, что люди проявляют активность с точки зрения путешествий, ну и в принципе летние периоды, они такому сезонному спросу явно способствуют. Это главный вопрос, который сейчас терзает многих трейдеров, торгующих позициями черного золота. Как действовать дальше? Особенно, как действовать, если уже открыты короткие сделки в расчете на то, что фундаментальная картина должна была, по идее, взять вверх и поспособствовать той самой коррекции, на которую мы с вами и настраивались. Очень важно сейчас посмотреть, как мы закроем эту неделю. До конца еще две полноценные торговые сессии. Уверен то, что уровень 50, он так просто не дастся активу, поскольку это серьезнейшее значение. И ладно, если бы был неплохой повод, который позволил бы действительно оказаться выше. К примеру, если бы 17 апреля мы получили сигнал того, что стороны осознали необходимость снижения объема производства. И сейчас, вот спустя месяц с небольшим, мы бы констатировали очевидный спад. Тогда я бы ни в коем случае не стал темнить в плане того, что есть либо нет оснований для роста. Я бы четко сказал, что рынок нефти стал бычим и можно настраиваться на дальнейший рост, ну и восстановление. Конечно же, не к тем уровням, которые мы наблюдали некоторое время назад. Ну, точнее, около двух лет назад. Но все-таки потенциал для роста мог бы быть. Но поскольку этих договоренностей и соглашений не было, мы, собственно, и стали придерживаться той самой медвежьей позиции, которая позволяла нам из брифинга в брифинг анализировать статистику и фон, но все-таки находить и подтверждение того, что бренд должен оказаться под вполне оправданным фундаментальным давлением. Закрытие этой недели будет иметь очень серьезное значение, поскольку если трейдеры, опять же, до конца этой пятидневки смогут сохранить вот эти лидерские позиции бренда и покупатели, прежде всего, удержать актив выше 50, это будет значить то, что даже техническая коррекция, фиксация сделок после достигнутого профита не способствует сейчас коррекции и снижению этого актива. Также нужно будет обратить внимание еще на отчет Baker-Hudges, который выйдет в пятницу. Вы помните, что на прошлой неделе у нас уже не было снижения, точнее, на позапрошлой. Если отталкиваться от идеи того, что высокие цены на нефть, даже 50 долларов за баррель, это является уже хорошим ценовым рубежом, чтобы сланцевые производители стали активизировать свою деятельность, может быть, нам стоит поспекулировать и особенно, конечно же, с внутренним убеждением это сделать необходимо продавцам, то, что Baker-Hudges может показать нам даже прирост количества платформ и терминалов. Соответственно, если это случится, тогда мы будем готовиться к тому, что в перспективе какого-то времени на рынок будут поступать дополнительные объемы и со стороны Соединенных Штатов Америки. Но это все-таки растянутая перспектива. Мы поговорим об этом, безусловно, если в эту пятницу получим отчет по росту как раз этих платформ. Пока у нас этой статистики нет. Очень бы мне хотелось сейчас поддержать продавцов актуальными цифрами со стороны ближневосточного картеля, но обманывать не буду, пока этой статистики нет. Она будет только через неделю. Давайте еще немного подождем. Уверен, что этой цифрой мы будем рассматривать с точки зрения позитивного фактора для нашей короткой идеи, потому что, скорее всего, снова в рамках Ирана будет прирост, который позволит нам говорить о росте предложения и о его компенсирующем увеличении даже тот спад, который наблюдается со стороны ряда других регионов. Также мы с вами некоторое время назад отдельно разбирали ситуацию с Ливией, с Нигерией, с Канадой, и уже пришли к выводу о том, что если трейлеры цеплялись за эти регионы как основание для снижения производства, то текущая статистика и, в принципе, те выводы, которые мы с вами сделали, позволили нам говорить о том, что эти регионы не угрожают, скажем, общему состоянию переизбытка, которое сохраняется. И я надеюсь, что все-таки оно повлияет на дальнейшую динамику нефти и, соответственно, вернет в расположение бренда и WTI прежних медведей, которые сейчас находятся неизвестно где и позволяют так просто быкам, соответственно, тащить этот актив без какого-либо сопротивления к новым и новым уровням. И, в частности, результатом стало уже тестирование психологического рубежа 50 долларов за баррель. Смотрим сегодняшнюю торговую сессию, завтрашнюю. Но все-таки даже классическая экономическая теория. Приближающиеся выходные, особенно после состоявшегося ралли, но должны спровоцировать технический откат, который может завести этот актив через дополнительную фундаментальную поддержку коррекционных, где их более низким значением. Поэтому давайте следить за нефтью и сегодня. Завтра мы с вами поговорим также. Ну и уже дождемся отчета от Бейкер Хаджес и новой статистики от ОПЕК. Об этом мы уже будем говорить в ходе следующих брифингов. Российская валюта 65,04. Еще дождемся открытия совсем скоро. Уверен, что то бочераль, которое состоялось сегодня, даже открытие с ГЭПом по нефти, оно еще повлияет на укрепление рубля. Но 65 это по-прежнему тот уровень, который держится. И обосновывает, опять же, наше ожидание того, что это своего рода такой сакральный, незыблемый уровень, ниже которого пара может сходить, но вряд ли закрепится. То, что в России по-прежнему серьезные проблемы с дефицитом бюджета, в России по-прежнему, даже по версии общественных опросов, которые проводятся регулярно, вы можете, если зададитесь целью, опять же, поискать подобную информацию в интернете и найдете ее достаточно. И вся эта информация касается того, что в рамках российского рынка очень мало людей верит в силу рубля. И уж те, кто распоряжается серьезными капиталами, разумеется, делают ставку по-прежнему на валюту. Поэтому на российском рынке присутствует серьезный спрос на валюту. Помимо дефицита, спроса на валюту и все-таки ожидания того, что нефть может скорректироваться и должна скорректироваться, не забывайте также о том, что Центральный банк России и российское монетарное руководство может в ближайшее время участить, может быть, сначала латентные, а потом уже очевидные покупки валюты для пополнения золотовалютных резервов. Поскольку сейчас созданы такие возможности, российская валюта сейчас крепка, и валюта, в принципе, иностранная давно не стоила так дешево. В общем, будем следить и за новостным фоном в рамках российского ЦБ. 65, напоминаю вам, это то значение, которое является по-прежнему, даже несмотря на восстановление бренда выше 50, прекрасным уровнем, чтобы занимать долгосрочные, длинные сделки. И это касается даже не только спекуляции на финансовых рынках, это касается и элементарных, обыкновенных физических покупок перевода рублей в доллары. Далее идем. Европейская валюта против американца 1.1177. Евро продолжает консолидироваться ниже уровня 1.12. Вчера, в принципе, сессия была довольно-таки вялой. Единственное движение мы увидели только под закрытие дня, может быть, поспособствовало там уже и ралли по нефти, которая повысила спрос на рисковые инструменты. Содержание экономического календаря, конечно же, оставляло желать лучшего. Никаких важных, существенно важных релизов не было запланировано. Ну и плюс ко всему трейдеры сейчас, которые торгуют валютой парами против американцев, понимают, что на повестке у нас несколько важных, серьезных отчетов американского происхождения. И эти данные могут повлиять на решение ФРС по повышению процентной ставки и, соответственно, на стоимость доллара. А как раз доллар будет сказываться уже в динамике рисковых инструментов. То есть, если сегодня, когда у нас выйдут заказы на товары длительного пользования, мы получим слабый отчет, это ослабит позиции доллара и тем самым придаст дополнительное ускорение евро. И в то же время, если сегодня, как и предполагается, мы увидим хороший отчет, он станет причиной роста американца и давления уже на европейскую валюту. Многие трейдеры сейчас предпочитают не гадать, особенно на фоне потенциально очень волатильного рынка, как показывает, к примеру, тот же самый фунт. Мы можем за одну торговую сессию ходить по нескольких фигур довольно-таки легко. Это ни у кого не вызывает вопросов. Поэтому трейдеры сейчас сохраняют выжидательную позицию. В то же время, рост евро. С чем можно его связать? Во-первых, это статистика ПАИФа, которая вчера вышла. Эта статистика указала на то, что бизнес, ожидание и оптимизм улучшился с уровня с 106,5 до 107,7. Но еще днем ранее мы с вами сделали вывод о том, что объективная цифра и статистика была у нас показана отчетом именно ЗИЮ, немецкого института. Поэтому на ИФа мы обращали внимание только потому, что этот отчет был на повестке дня. Но каких-то выводов по нему делать не стоит. Тем более, что ПАИФа мы видим уже второй прирост, второй месяц подряд. Что довольно странно, учитывая, как плохо был закрыт в прошлый месяц. И напоминаю то, что противовес на контрасте с ЗИЮ уже давно сигнализировал о том, что настроения серьезно ухудшились. И это является отражением того спада, который мы наблюдаем в целом по рынку всего валютного блока. Также мы ориентировались на выступление заместителя главы Европейского центрального банка Витора Констанца. Вчера, к сожалению, он не касался особо темы денежно-кредитной политики. Но может быть потому, что борозды лидерства в этом плане принадлежат, конечно же, Майо Драги. И только он сейчас после последних слабых отчетов по индексу потребительских цен будет иметь возможность успокоить рынки. Ну, либо дать рынкам то, что они хотят услышать относительно дополнительных мер экономического стимулирования. И еще хочу отметить комментарии члена Совета управляющих Европейского центрального банка Ивальда Наводный. В частности, в ходе интервью, которое он дал Рейтерс, было отмечено, что даже в случае выхода Англии из состава ЕС, как риск вы помните, я днем ранее отмечал для евро, а финансовой стабильности Европейского Союза ничего не угрожает. Я думаю, что в этом он немного не прав, потому что, ну, как такое в принципе, может быть, учитывая то, что Англия является очень серьезным игроком всего Европейского Союза. На этот комментарий, ну, просто чтобы вы знали, да, такие формулировки были, но, наверное, так оптимистично настраиваться не нужно. Поэтому в целом по евро сохраняется негативный настрой. Нам нужен дополнительный сигнал, чтобы разгрузить главный валютный риск. И сегодня также важных отчетов из еврозоны не будет, но у нас сегодня хороший денек по американской статистике. Зарядки на пособия по безработице и заказан товар длительного пользования. Как раз в этих релизах мы и поищем поддержки для доллара, чтобы еще немного потеснить европейскую валюту. Фунт против американца 1.4707. И мы видим то, что фунт реально может продолжить расти и дальше. 48-49. Не знаю, какая цель сейчас, опять же, движет теми, кто и толкает этот актив выше. Но совершенно очевидно, что это отдельные игроки, которые гнут свою линию и имеют возможность влиять на трендовые движения, исходя из больших депозитов. Потому что фундаментальная картина, она явно не располагает к покупкам. Более того, если мы будем отдельно и детально разбирать сейчас новоинформационный и новостной фон, мы найдем кучу факторов, которые даже не вместе, не отсклачены, а по отдельности могут спровоцировать серьезное ослабление британца за очень короткий промежуток времени. Но слабости, как таковое, мы по-прежнему не видим. Фунт продолжает карабкаться вверх, осваивая все новые и новые бычьи ориентиры. И сейчас уже находится выше отметки 1.47. Исходя из содержания экономического календаря сегодняшней торговой сессии, у нас на повестке отчет по ВВП. В частности, эти данные выйдут в 11.30 по московскому времени, то есть через час 45. Пожалуйста, обратите на него внимание. Я надеюсь, что если трейдеры игнорировали отдельные отчеты, то, по крайней мере, ключевую категорию и индикатор состояния национального рынка вряд ли проигнорируют. Если посмотреть на ожидания, пересмотра вроде бы как не будет. Это оценка такая же, как и в прошлый раз. Но, учитывая спад потребительской активности, учитывая риски неопределенности в связи с Брекзитом, учитывая экономический спад, снижение активности в промышленном секторе и сфере услуг, я считаю, что показатели ВВП было бы разумнее пересмотреть с понижением. И если это случится, надеюсь, что хотя бы на это фунт отреагирует, потому что уже то, что он показывает, начинает вызывать много вопросов. И точно уж отвязано от реальности и действительности, которой имеет место быть. Пора бы добавить много логики и будем надеяться, что отчет по ВВП нам в этом поможет. Ну, либо, по крайней мере, сегодня, после сохраняющегося, опять же, роста, может быть, и медведи также устанут уже находиться в стороне и, наконец-таки, начнут оказывать сопротивление БК. Ждем коррекции и снижения. Но в то же время, если и в рамках сегодняшней торговой сессии мы увидим движение фунта против додора исключительно вверх, и уж тем более, если будем наблюдать пробой следующего сопротивления 1.48, тогда уже нужно будет пересматривать свои ориентиры. Но этим, в случае, если произойдет, займемся. Давайте завтра. Доллар японская иена. Актуальные котировки 109.68. Значение 110 по-прежнему держится. От этого уровня доллар не хочет особо отходить. Мы понимаем то, что ожидание доп. мер экономического стимулирования со стороны Банка Японии, все-таки готовность ФРС, возможно, повысить ставку даже в июне, это все создает хорошие условия для роста американца. Из дополнительных новостных факторов, как я уже отметил, сегодня нужно будет последить за статистикой и США. В частности, в 15.30 по московскому времени выйдут оба отчета, как заказанного длительного пользования, так и заявки на пособие по безработице. От обоих релизов я жду хорошей отдачи, жду роста американца и, соответственно, давление на рисковый инструмент и на основного защитного оппонента, который является японская валюта. Есть множество сигналов, факторов, которые сейчас создают хорошие условия для роста доллара. И если вы уже лично вам надоело цепляться за статистику только США, не забывайте про тот новостной фон, который у нас идет со стороны Японии. Напомню, что сегодня-завтра проходит саммит Большой Семерки. Вы помните, что до этого советник, премьер-министр Синза Абе Японии отмечал надежды на то, что стороны смогут прийти к какому-то солидарному решению о необходимости задействования монетарных стимулов для поддержки мировой экономики. Может быть, такой прогресс действительно будет иметь место быть, и тогда Банк Японии тут же отметит совершение программы количественного смягчения уже в предстоящем месяце. Также в ходе своего интервью вчера замминистра финансов Японии Financial Times сделал комментарий, что инструмент снижения процентных ставок более низких отрицательных значений либо поднятие программы QE является также рассматриваемым в рамках текущей монетарной политики и есть возможность, скажем, принятия этих мер при необходимости, если японская валюта умудрится в ближайшее время снова продолжить вектор на укрепление. Но об этом мы слышали и задолго до этого. К сожалению, до дела, собственно, так и не дошло. Поэтому следим за обоими, конечно же, регуляторами, но сейчас более актуальна картина по США. Давайте смотреть за статистикой, ждать поддержки для доллара и, соответственно, ждать, когда же пара USD и иена не просто пробьет в очередной раз сопротивление 110, но и закрепится выше. Еще хотел пару слов сказать про пару USDCAD, поскольку вчера у нас канадец отметился серьезной волатильностью в преддверии сначала ожидания публикации ставки, уже потом постфактум. Ставку оставили, как и предполагалось, на прежнем уровне 0,5%, и это стало причиной сначала локального укрепления канадской валюты, но после того, как нефть поперла вверх космическим значениям, о которых мы с вами уже говорили, вот основная поддержка пришла как раз именно со стороны рынка энергоресурсов. И если бы этого ралли не было, то, уверен, у нас появились бы все основания, чтобы задать пару USDCAD выше уровня 1,32, потому что помимо сохраненной процентной ставки вчера руководство Банка Канады отметило, что трейдерам и участникам рынка нужно готовиться к очень слабому второму кварталу по национальной экономике. Гораздо более слабее, чем первый квартал. И причин, признаков и оснований достаточно. И, в принципе, мы услышали то, что хотели услышать, о том, что отсутствие действия по снижению процентной ставки сейчас не значит то, что Банк Канады отказывается от политики мягкого экономического режима. Нет. Они, как мы предполагали, сейчас ориентируются на ФРС, и если ФРС не поднимет ставку, тогда канадский регулятор снизит, потому что канадская дорогая валюта экономике сейчас явно не нужна. USDCAD, если вы не присоединились к длинной сделке ранее, когда мы активно покупали доллар против канадца, текущее значение, которое сейчас ниже уровня 1.30, хотя за последние несколько минут, наверное, пара могла подрасти, прекрасная возможность, чтобы занять среднесрочную сделку, потому что мы будем и дальше спекулировать на возможности снижения процентной ставки и, конечно же, следить за сильными отсчетами из США. Теперь, что касается основных релизов. Повторяю, в 11.30 по Москве, ВВП Англии ждем слабый отчет и давление на фунт. В 15.30 заказан товар длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Ждем поддержки для доллара и движения пары USD и иена снова к сопротивлению 110. Ну и также, учитывая волатильность последних дней, думаю, весьма актуальными являются те бонусы, которые я продолжаю анонсировать. Сегодня кодовое слово «ралли» – величина бонуса 13%. Чтобы воспользоваться им, достаточно связаться с вашим персональным менеджером и, как и ранее, как и всегда, просто обменять это слово на бонус, на пополнение. На этом все. Большое вам спасибо за внимание. Удачной торговой сессии. Ждем, условно, снижения нефти. И хотелось бы увидеть такой же разгрузки фунта. Хорошего попутного тренда. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok